Украинские правозащитники и общественники с автора витированного президентом закона номер 2166 намерены продолжать борьбу за документ. Напомним, этот закон значительно упрощает процедуру регистрации переселенцев из Крыма и зоны АТО, освобождает их от процедур подтверждения своего статуса, а также обязывает Кабмин создать базу данных внутренне перемещенных лиц. Проект несколько месяцев блокировался в парламенте, а потом был утвержден лишь с третьей попытки в начале ноября, после масштабной адвокационной работы парламентского комитета по правам человека и правозащитных организаций. Однако затем закон неожиданно витировал президент Украины Петр Порошенко. Правозащитники намерены бороться. Говорят, создали электронную петицию с требованием пересмотреть отношения украинских властей к переселенцам. Враховывая ситуацию, которая склалась с витированием законопроекта 21.66 и с тем, что парламент, уряд, президент, они полностью отмеживаются от этой проблемы, мы хотим привернуть их внимание и напомнить, что все-таки полтора миллиона граждан Украины, они ожидают каких-то решительных действий. С помощью электронной петиции ее инициаторы намерены привлечь к процессу борьбы за свои права переселенцев из различных регионов Украины. Правозащитники и депутаты уверены, длительное отсутствие государственной политики относительно работы с внутренне перемещенными лицами грозит гражданскими протестами. Такие действия от президента, они также немного увеличивают такой градус напружения, увеличиваются между переселенцами и владой. И поэтому мы не можем гарантировать, что не будут выходить, как вы это назвали в вопросе, Кримский майдан или Донбасский майдан, что люди не будут достигать своей мечты, чтобы они были почуты и в такой способности. Права переселенцев порушаются скрозь, где только могут. И уряд должен на это свернуть, потому что мы можем не просто Кримский или Донбасский майдан отримать, мы можем отримать гражданскую войну. Инициаторы электронной петиции к президенту надеются, что ее поддержат как можно больше переселенцев в различных регионах страны. И она уже в ближайшее время наберет необходимое количество голосов. Их, напомним, должно быть не менее 25 тысяч. Продолжение следует...